Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. На Донбассе снова неспокойно. Один украинский защитник получил ранения. За минувшие сутки российские наемники пять раз нарушали режим тишины. Боевики вели огонь рядом с Красногоровкой, Павлополем, Водяным, Попасной и Крымским. Стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы. Украинские военные продолжают соблюдать режим тишины. Нарушают минские договоренности. Боевики не пропускают саперов на неподконтрольную Украине часть моста в станице Луганской для разминирования. Об этом сообщают наблюдатели ОБСЕ. Такое решение приняли накануне на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. 1 августа стороны договорились отремонтировать переправу и разминировать силами украинских саперов, прилегающих к мосту территории в станице Луганской. Мы сейчас разговаривали со старшим на той стороне, а также общались с нашим штабом. Как они понимают ситуацию и как это доведено до нашей стороны, и на что мы 100% согласны, то что вы должны будете проводить разминирование, начиная отсюда, в ту сторону и до середины. Патрулировать украинские улицы теперь будет Национальная гвардия. Раньше бойцы следили за порядком только вместе с полицией. Теперь могут самостоятельно. Как готовятся к ответственной миссии нацгвардейцы, видел корреспондент ЮЭТВ Игорь Меделян. В 25-й бригаде нацгвардии по охране общественного порядка старшие офицеры инструктируют подчиненных. Кто-то из бойцов ранее был в патруле с полицейскими, кто-то выйдет на улицы впервые. Здесь и солдаты срочной службы, и офицеры-контрактники. Чувствую себя очень спокойно, потому что нас хорошо готовят, занимаются с нами, все рассказывают. Мы хорошо знаем законы, нет никакой тревоги. Довольно спокойно и уверенно. Ирина в гвардии пятый месяц. При себе у нее пистолет, наручники, газовый баллон и резиновая дубинка. Все необходимое для задержания нарушителей закона. Командир части наставляет бойцов. Оружие и спецсредства применять строго по закону. Особое внимание следует обращать на выполнение законов и военной дисциплины, а также порядок обращения граждан, применение оружия, спецсредств и физической силы. Для некоторых бойцов это особенный день. Они выйдут патрулировать улицы впервые. После инструкции и наставлений начальства проходят торжественным маршем. Бойцы разъезжаются по районам патрулирования. Маршруты от одного до полутора километров. У каждого патруля связь с единой полицейской базой. Они быстро могут получать информацию о преступлениях и реагировать на них. Основная наша задача – не допустить преступления на маршрутах патрулирования. При самостоятельном несении службы полиция выполняет свои задачи, патрульная полиция – свои, и мы выполняем задания на маршрутах патрулирования. Украинскую столицу патрулируют бойцы нескольких воинских частей. Командующий Нацгвардией говорит, военных к охране общественного порядка привлекают во многих странах Европы. Успешный опыт теперь позаимствовала и Украина. Игорь Меделян, Сергей Савчук, ЮЭТВ. Сегодня бойцу третьей сотни самообороны Майдана Сергею Нигаяну могло бы исполниться 26 лет. Активист армянин по национальности погиб 22 января 2014 в Киеве во время революции достоинства. Огнестрельные ранения в шею, голову и грудь, которые он получил из стадиона «Динамо», оказались несовместимыми с жизнью. Сергею присвоено звание Героя Украины. Он награжден орденом «Золотая звезда посмертно». Крымское оккупационное управление ФСБ России возбудило дело против ведущей первого крымско-татарского телеканала Гульсум Халиловой. Ее обвиняют в участии в вооруженном формировании. По материалам дела она якобы вступила в так называемый батальон «Намана» Челебеджихана в 2016 году и ввела его информационную поддержку. 12 июля суд избрал меры пресечения в виде двух месяцев ареста. Она объявлена в международный розыск. Сама Гульсум Халилова об уголовном деле против нее узнала из соцсети. При этом журналистка покинула аннексированный Крым 4 года назад и все это время пребывает на материковой части Украины. Украинопольский фильм «Черкассы» покажут на международном кинофестивале в Варшаве. Лента рассказывает о событиях весны 2014-го, когда Россия аннексировала Крым. Главные герои – члены экипажа военного корабля «Черкассы». Тральщик вместе с другими украинскими судами заблокировали на озере Донузлав. Но экипаж «Черкасс» до последнего держит оборону, отказывается переходить на сторону врага и не опускает украинский флаг. Международный 35-й кинофестиваль в Варшаве пройдет с 11 по 20 октября. Сдать корабли или перейти на нашу сторону? Договор о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности больше не действителен. Соединенные Штаты официально вышли из соглашения. Произошло это после невыполнения Москвы условий договора. Несмотря на предупреждение Вашингтона, в РФ продолжали разработку ядерного вооружения, запрещенного документом. Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, в расторожении соглашения виновен Кремль. Этот договор подписали еще в 1987 году советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейд Грейган. Фактически он привел к окончанию Холодной войны. Демократическое образование в Украине. В Киеве проходит международная конференция Education Now. Одно из главных образовательных событий в мире. На ней делятся опытом украинские и мировые звезды в сфере образования. На конференции работает корреспондентка ЕТВ Ольга Волынец. Доброе утро, коллега. С чего началась конференция и кого уже удалось тебе послушать? Доброе утро, Тимофей. Сейчас мы находимся в одном из киевских лицеев. Здесь на главной сцене как раз в эти минуты выступает один из основателей, точнее основатель Education Now и один из топ-звезд израильского образования Яков Ехт. Впервые за 26 лет существования вообще этой конференции. Она проходит в Киеве, в Украине. До этого она проходила в различных странах мира. От Америки даже до Австралии. Это международное событие, оно очень-очень важное для образовательной системы вообще в мире. В чем же его уникальность, основной темой демократического образования? Это главное то, что каждый ребенок уникальный как личность, как свободная личность. В чем же уникальность самого мероприятия, которое проходит в Киеве, нам рассказала соорганизатор. Я его предлагаю послушать. Уникальное событие для Украины, которое станет точкой невозврата для трансформации в системе образования. Это невероятный концентрат международного и украинского опыта в одном месте. К нам приехало порядка 150 гостей из 25 разных стран. Это люди, которые уже десятками лет трансформируют образовательную систему в своих странах. Это люди, учителя, вдохновители, основатели образовательных проектов. В конференции принимают участие около 750 участников. Это родители, учителя, дети, ученики. Открыла конференцию министр образования и науки Лилия Гриневич. Она отметила в своем выступлении, что демократическое образование – это ее давняя мечта. Дальше предлагаю послушать ее. Важно, чтобы демократическим образованием могли сегодня наслаждаться все семьи в Украине. Чтобы каждый ребенок имел шанс развивать свой талант, свою личность в каждой школе. И это и есть моя мечта. Наша с вами мечта, которой я знаю точно. Мы обязательно придем и реализуем ее. Конференция будет проходить в два этапа. Сегодня-завтра она будет проходить в Киеве. Здесь можно будет послушать ведущих спикеров в сфере образования. Даже здесь будут мастер-классы, воркшопы для родителей и учеников. В последующие два дня конференция будет продолжаться в Виннице. Там уже в неформальной обстановке родители и ученики смогут пообщаться со спикерами конференции, которые приехали в Украину со всего мира. На данный момент у меня все. Больше смотрите в вечерних выпусках новостей. Тимофей. Спасибо, коллега. В Киеве стартовала международная конференция IDEC Education Now. Это одно из главных образовательных событий в мире. Опытом делятся украинские и мировые поп-звезды в сфере образования. Эта и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке менее чем через два часа. А всего вам доброго и до встречи.